Добрые ранницы! Ваши вази информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Сродки массовой информации должны оперативно и объективно осветлять все этапы выборчей кампании. Про ее особенности, а также историю развития парламентаризма, ишла размоба на встречу министра информации Республики Беларусь Лилии Ананич с працовным коллективом Рогачевского молочно-консервного комбината. Под обязанностями Володая Дмитрий Котау. Подобные встречи на предприемстве проходят каждый месяц. Их задача – ознайомить працовный коллектив с актуальными экономичными и политичными тенденциями, которые вплывают на дальнейшее развитие страны. Это все обращает силу понятия уровня познания всех людей. А самое главное – воспитывает молодежь, воспитывает людей преданность, любовь к своему предприятию, к нашей Республике. Тема чергового дня информования на Рогачевском молочно-консервовом комбинате – выборы в Палату представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. Перед работниками предприемства выступает министр информации Лилия Ананич. Головная думка, которая гучит с трибуны – СМИ повинны своечасово и оперативно информовать насельство про все этапы выборчей кампании. Мы сегодня видим, что идет такой ровный тон избирательной кампании в средствах массовой информации. Безусловно, будет обеспечено право каждого кандидата в депутаты опубликовать предвыборную программу, провести дебаты. И я уверена, что граждане страны, в том числе благодаря деятельности средств массовой информации, будут более осознанно выбирать своего депутата. Почас встречи Лилия Ананич рассказала и об истории становления парламентаризма в Беларуси. Каким чином урозные периоды он вплывал на развитие нашей краины. Очень важно было не только проинформироваться о том, как строилось наше законодательство, как формировался наш парламент, какие этапы, что сделано за этот период 20-летие парламентаризма в стране. Но очень важно понять, что сегодня граждане страны активно участвуют в избирательном процессе, не безучастны к тому, кто придет в парламент, с какими программами. По словам Лилия Ананич, шмат учим от этого будут залежать и дальнейшие экономичные перспективы предприемства. Зараз Рогачевский молочно-консервовый комбинат протягивает працевать над освоением новых рынков сбыту и, как выник, поляпшением финансовой ситуации. У списка партнеров – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран и Китай. До того, что только в этом году вытворчать были увидены 12 новых видов продукции. С каждым годом Рогачевский молочно-консервовый комбинат не только подширает ассортимент, но и поляпшает якость своей продукции. Сегодня для предприемства это главный критерий и тому-то денежный строгий санитарный и технологичный режим. Контроль ожитивляется на всех этапах вытворчасти. Это полностью выключаемая активность заявления на прилавках неякостных товаров. Поспехи предприемства подтверждают и перемоги в шматликих международных конкурсах. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отель и радиокомпания «Гомель» из Рогачева. В Гомельском областном объединении профсоюза проанализовали выники створения новых первичных организаций. За пошли годы регионы почали деятельность больше, чем 150 первичек, которые объединяли около 4500 человек. Разом с тем, керавники некоторых предприемствам имкнутся стремливать этот процесс усими мягчимыми способами. Олег Сенцеров потекавился перспективами. Для работы по створению первичек на «Гомельске» распространялся реестр организации, где нема профсоюзного представительства. Причем, этот документ постоянно уносится коррективы, которые связаны с объективными причинами. Не где реорганизацию, не где оптимизовали количество работающих, а не где предприемства в уголе припанили свою деятельность. В областном объединении профсоюзов эту ситуацию разумеют и кажут, что никаким чином не имкнутся створать новые первички при мусловом, что тем не меньше, не отменяя необходимости проведения ответственной тумачальной работы и оказания организационно-методичной поддержки, где для чего при обкаме створена специальная группа. Без проблемных коллективов не бывает. Пытания в том, как эти проблемы выращаются, и профсоюзы в этом процессе явно не лишние. Я могу привести немало примеров, когда мы, пользуясь именно колл-договором, отстаивали права где-то через суд, возвращали деньги. У нас только в этом полугодии где-то более полутора миллиардов рублей вернуты денег, те, которые, так сказать, по каким-то причинам были не выплачены людям. Семь человек восстановлены на работе. Те, которые пришли, и мы начали разбираться с своими юристами, мы, так сказать, их восстановили. Разум с тем областным объединением профсоюзов констатують, процесс створения первичек мог бы исти и больше активно. Не де он усими силами стремливается к керовникам, не де сами работники, до этого не готовы. У Гомельском товаристве «Семья и здоровье» до принятия отповедных орошений шли не один месяц. Сегодня тут працуют каля 30 высококвалификованных медиков, які часто и сами могут поклопотиться по властным добробытиям и своих правах. Меж тем, у липени этого года тут отбылся сход, на яким приняли орошения профсоюзной организации «Быть». Я шеп раз в месяц, и она почала свою деянность. На користь стандующих орошений значилось и некаких причин, починаючи с того, что зараз не 90% медицинских работников Гомельской области заявляются членами профсоюзов. Ведь у членов профсоюзной организации есть ряд преференций. Хотя бы то, что можно получить бесплатную юридическую консультацию в областном комитете профсоюзов, также консультацию по различным интересующим экономическим вопросам. Кроме того, областной комитет профсоюзов проводит различные мероприятия по организации досуга. Туровский молочный комбинат и селянская господарка Михаила Шруба у агропромысловом комплексе, ободковая фабрика «Ботечелли» у легкой промысловости, плюс предприемство местовой промысловости, будовництво и оховы здоровья. Реализация решения 7-го заезда Федерации профсоюзов Беларуси об створении первичных профсоюзных организаций на предприемствах приватной формы властности протягивается. Только за прошлый год в регионе почали деятельность больше 150 первичек, которые объеднали около 4,5 тысяч человек. Создание первичных организаций, в первую очередь, мы преследуем цель не с точки зрения отчитаться и получить организацию, а самое главное, чтобы быть ближе к этому коллективу, и не более этого. Олег Сентяров, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». В Жлобинском районе отбылся открытый диалог БРПА и БРСМ – «Гистория, сучасность и будущее». Мероприемство было организовано на территории дитячого реабилитационно-оздоровленного центра «Пролеска» в рамках профильной пионерской измены «Разумные каникулы», «Салют пионеры». Удельникам открытого диалогу пропоновали пагутарить на тему «Пионеры» и «Союза молоди». Молодежной политики и молоди у политцы выборов у Палату процедунику национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. Под обязанностью репортажа Вероники Ворошелиной. Профильная пионерская змея на «Разумные каникулы. Салют пионеры», якая объеднала каля 300 школьников самых розных кутков Гомельской области, уникальный проект для нашего региона. По першиню на протягу 22 дней у дитяшем реабилитации на здравливающем центре «Пролеска» отпочивали выключено октябраты и пионеры во взрослении от 8 до 16 годов. Они принимали уделы в шматликих творческих конкурсах, спортивных споборництвах и новотосвоевали азы журналистского майстерства. С этой метой был створен импровизованный карпункт, по яким дети учились описать артыкулы, створять до их заголовки и креативно оформлять что-то дневные информационные стенды, расповедаючи про цикавые пионерские будни. До того ж, школьникам был пропонован из шарих тематичных мероприемств, накерованных на безопасность житедейности. В рамках пионерской смены мы ежедневно ребятам наполняли санаторные будни не только каким-то лечением, развлекательными, досуговыми мероприятиями, но и также обучением. Так у них ежедневно были тематические дни. Это были и дни с МЧС, и дни с ГАИ по безопасности движения. Это была и акция «Счастливое лето» по безопасности поведения на воде. Таким образом, мы решили не просто провести лето, а действительно лето с пользой, и так называемые умные каникулы нам кажется, что они удались. Финальным аккордом профильной пионерской смены разумной каникулы «Салют пионеры» вставил открытый диалог БРПА и БРСМ «Юстория с участием будущего». На встречу со школьниками приехали представники областных и районных уладов, а так само Белорусской республиканской пионерской организации и Белорусского республиканского союза «Молоди». Мероприемство «Саправды» проходило в формате открытого диалогу, юные удельники задавали гостям самые розные пытания, и они закранали темы пионеры и союза «Молоди», молодежной политики и молодеуполитицы, выборы в Палату представников национального схода Республики Беларусь шостого скликания и иншая. Например, для цей цикавило, яким повинен быть сучасный депутат, и те повинны удельничать молодь в политическом жизни своей краины. А так само, что сегодня представляет собой тимуровский рух, и какие новые цикавые проекты рыхтуются запустить в ближайший час громадские организации БРПА и БРСМ. У целом, республиканский проект «Открытый диалог» – это широкая дискуссийная пляцовка, якая дай махчимость белорусской молоди уздымать самые острые проблемы и задавать хвалюючие пытания представникам органа УЛАДы, политикам, предпринимальникам, громадским деячам. Удельники профильной пионерской измены «Разумные каникулы салют пионеры» отримали конструктивные отказы на свои пытания, и разом с тем серьезно задумывались над тем, как унести свой особистый уклад у реализацию пропонованных им громадскозначных проектов. Я узнала о том, что я смогу стать тимуровцем, смогу участвовать в различных акциях, мероприятиях, помогать различным людям. Я хочу после этого мероприятия участвовать в финансовой грамотности проекта. Я очень хочу вступить в тимуровскую команду, делиться опытом с друг другом, рассказывать о своей школе, о других школах, как там у них все проводится. Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель» с Жлобинского района. Православные сегодня означают преображение Господней, те, как еще называют, «яблочный» або «другий спас». Это свято относится до двух десятых и лечится одним из наибольшь значных у церковных календары. Павод для Святого Писания, в этот день Иисус взял на хору фавор с собой трех вучнях Иоанна, Иакова и Пятра, каб подмацаваць их у веры, и ператварывся перед ними. Его твар праззял як солнце, а вопротка зрабилася белая як снег. Так Христос явил апостолам свою славу, каб яны не очайваліся, калі праз сорок дзен будыць глядзець, як пакуту айон на крыжи. Сеоні во всіх храмах отбудутся литургії. Пасля службы священники осветят плоды нового ураджаю. До речі, приносить для свячення у царкву можна не тільки яблоки, але іншу садовіну і гародніну. Главний богословський смысл цього события, цього праздника, Господь показал еще своїм ученикам, що не тільки чоловік, но і Бог. Тем самым исповедав самый главний догмат христианської веры, що Ісус Христос для нас Бога-человек, совершенный Бог і совершенный чоловік. І, конечно, в жизни верующих чоловік за все принято благодарить Бога. І вот це приношення всіх фруктов, овощей в цей день, це є символом, благодарення Господу за те, що він дарував на цей год еще вот такий вот замечательний урожай. Сьогодні даречі, а святіць дары природи можна буде не тільки при храмах в області. У Гомілі, у Гарадськім саді, каля транспортного кольця, гандліва і абсталяванні, пройдет і матычнае свята. Священа служителі освітять садовіну і гародніну, яку і гамільчані пранесуть з сабой. Так само под адкрытым небом буде працювати выстава творів декоративно-прикладного мастацтва. А крім'я гэтага, программай Гарадського свята продугледжений продаж кулинарных выробов і концертная программа. Початок у 13 годин. По інформації обласного гідромідцентра, сьогодні на більшій частці території в області пройдуть короткочасові дажджі і навальніці. Слубки термометраў уздымутся у ночі до 14-ти, у день до 25-ти градусів тепла. У суботу буде переважна без западків. Чекається до 13-ти градусів у ночі, до 28-ми у день. У неделю 21-го жнівня поветра прогреється до плюс 37. З усім крыху не хапіла Марині Литвинчук, кабу зайсті на олимпійський п'єдістал. У фінальнім заєзде байдарок-одзіночок на 500 метрів перемогла венгірка Данута Козак. За їё одночасово фінішували три спортсменки. У їх ліку була і беларуска. Фотофініш показав, що Литвинчук стала тільки четвертой. У яє яшчейось шанс завоевать медаль. Сьогодні беларускай байдарка-четверка выйдзі на старт кваліфікацій на дистанцій 500 метрів. Фінал отбудзіться 20-го жнівня. У складі беларускага екіпажу, крам'я Марині Литвинчук, яшча три працтавніці Гомірськай в області. Маргарита Махнева, Надєлі Пяшко і Вольха Худзенка. Глядзіці сіоні на таліканалю Беларусь-3, перадвыбарнай выступлений кандыдатаў у депутаты палаты працтавнікоў національнах асходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання. З 19.01 до 19.20 у ефірі выступлений кандыдатаў па Гомірськай сельськай акрузі нумар 37. З 19.20 до 19.45 до выбарчыкаў звернуться кандыдаты па Жлобінськай акрузі нумар 40. Із 19.45 до 19.55 час выступлений кандыдатаў па Будакашалёвськай выбарчай акрузі нумар 38. Нагадаем выступлений выйдуць ў эфір на таліканалі Беларусь-3. І на гэтым выпуск завершаны. У студы працавала Наталі Гнатенка. Усяго доброго і до нових сустреч у ефіри.